В новое здание русского драмтеатра «Мастеровые» переедут не только актеры, но и их символ. Большое красное дерево, ствол и ветки которого видны даже на улице. Об этом в съемочной группе программы «Челны-24» сообщил директор театра Армандо Диаманте. Что еще он рассказал моим коллегам? Узнаете, посмотрев наш материал. Сейчас вон начинается с того края ставить обрешетку, и все здание будет покрыто стеклом. А вот в следующий понедельник, 6 декабря, в здании будет подано отопление, после чего стартует и внутренняя отделка. Вот это входная группа в здание русского драмтеатра «Мастеровые». Конечно, все секреты, каким будет интерьер, нам не раскрывают, но одно ясно точно, что преобладающим цветом станет красный. Оно и понятно, это фирменный цвет театра, но и знаменитое дерево тоже красное. В итоге оно тоже переедет на новое место. А как же без символа русского драмтеатра «Мастеровые»? Дизайнеры перенесли это дерево, фрагмент этого дерева, а снова зрители увидят. Это как бы дерево, которое прорастает сквозь камни. И почему оно красное? Потому что оно одновременно символизирует и кровеносные сосуды. И смысл такой, что жизнь пробивается через камень. Несмотря на все сложности, она продолжается. Планируется, что здание будет разделено на множество зон, а в перспективе начать развивать новое для челнов направление. Там будет бэби-театр. То есть мы хотим, чтобы в театр уже приходили даже грудные дети, мамы с грудными детьми. Поэтому это будет отдельный бэби-театр. Бэби-театр заработает только тогда, когда здание будет полностью готово. Планируется, что уже в августе следующего года артисты и сотрудники мастеровых смогут переехать и начать свои репетиции. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны, 24.